Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – четвертый квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-Регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Привести к единому знаменателю. Придорожную торговлю на курорте ждут перемены. Анапа принимает участников автопробега «Москва-Коктебель». Сейчас обо всем подробнее. «Южный поток» для ремонта дорог города-курорта и его станиц и хуторов передал в дар администрации города автогрейдер. Сегодня его приняли на баланс Ремстроя. Директор морского участка строящегося газопровода «Южный поток» Мурат Чундуков передавал технику лично. Недавно Мурат Азаматович принимал участие во встрече с жителями села Варваровка. Главная их боль и замечание строителям – дороги. Поэтому грейдер сейчас хороший подарок. «Мы его приобрели, привезли для улучшения, для благоустройства дорог. Не только, конечно, в том месте, где мы будем работать, но и в любых других». Мурат Азаматович рассказал о том, что строительство газопровода активно ведется и на болгарской территории. Так что будущее у газопровода надежное. А это открывает перспективы и для газификации населенных пунктов. Внешний вид торговых палаток и рынков, расположившихся вдоль федеральных трасс и краевых дорог, должен быть единого образца. Этого потребовал глава Анапы, проинспектировав объекты придорожного сервиса. Сергей Сергеев побывал в каждом сельском округе и дал ряд поручений местным главам и ответственным службам. Подробности в нашем сюжете. В курортный сезон в самом разгаре. В Анапу едут все новые отдыхающие. А по дороге заглядывают в кафе, заходят в магазины и на рынке, расположенные вдоль трасс. Как встречают гостей на объектах придорожной торговли? И можно ли говорить о придорожном сервисе как таковом? С этих вопросов начался очередной объезд главы Анапы въездных федеральных трасс. С первых же минут рабочей поездки Сергеев делает серьезные замечания предпринимателям. Вот, например, магазин Перетарусина. Товары для садоводов, оригинальные фигуры для оформления дачных участков. Все это, безусловно, нужная людям продукция. Вот только выставлять ее почти у самой обочины дороги, значит, создавать угрозу для проезжающих мимо автолюбителей. На долю секунды задержив взгляд на этой красоте и аварии не избежать. Сделай вывеску и убери это все от дороги. Это полоса от воды. Здесь ничего не должно быть. Понимаешь? И здесь надо облагородить. То есть, ну не в траве, не в курении, это все вся красота. Но в траве. Что-то надо сделать. Подумайте, пусть оно будет. Никто ж ни по рукам не пьет. Но должно быть цивилизованно. Собственник этого торгового объекта услышал замечания, сделанные Сергеем Сергеевым при объезде в мае. Сегодня в помещениях пекарни полным ходом идет ремонт. Глава поблагодарил предпринимателя и высказал пожелание. Не надо держать покупателей на улице у небольшого окошка. Торговля должна осуществляться внутри магазина. Сделай барную стойку, прилавок сделай. И потом, это же сегодняшний день, когда человек видит, что он покупает то, что вот чистыми руками, вот оно чистое тесто, вот они его снипили и положили. Придорожный сервис – это еще и заправки вдоль трасс. Откровенно радуют глаз такие, например, благоустроенные и ухоженные АЗС. Цветы, чистота и порядок – образец для подражания заправка «Роснефть» на трассе Анапа-Новороссийск. Также красиво должны выглядеть и рынки с кубанской продукцией. Арбузы, дыни, персики, яблоки и груши – изобилие на прилавках. И убогость в оформлении. А будь тут яркий баннер с привлекательным слоганом «Единое дизайнерское решение» – продавцы в форме и с бейджами. И вид сразу поменяется. Свои замечания Сергеев адресовал главам сельских округов. Это их зона ответственности. Вот сам рынок, он здесь нужен, он просится. Но это ваша недоработка, то, что он сегодня в таком виде. Здесь должен быть баннер. ЛПХ Петелин, кубанская продукция. Лучшая, Анапская, самая лучшая. Глава Анапы дал срок для устранения недоработок. Тем более впереди еще два месяца активной торговли. Сделают сейчас, на будущий год останется только подштриховать. Сергеев подчеркнул, он обязательно вернется к этой теме и проконтролирует ситуацию. До начала нового учебного года остался ровно месяц. О том, как школы готовятся к открытию нового учебного года, наш репортаж. В гимназии Эврика работы по ремонту класса в той замечательной поре, когда уже можно видеть результаты. Где-то еще идут глобальные работы. В холле, например, меняют электрическую проводку, устаревшую за 10 лет существования гимназии. А где-то уже моют окна в классах. Здесь сияет паркет, а здесь светлые обои украсили классные комнаты. Работают и строители, и родители, и учителя. Екатерина Сергеевна Мельник – выпускница этой школы. Закончила институт и пришла в родные пенаты учить самых маленьких. Родители ей с удовольствием помогают собрать новую мебель. Но и к старой здесь тоже относятся очень бережно. Выглядит она как новенькая. Обретет новое лицо и спортзал гимназии. Глава города сделал здесь очень много замечаний в свое время. Все ремонтные работы сейчас идут полным ходом. И к 11 августа, уверенно, школу сдадут приемочные комиссии достойно. На базе средней школы номер 6 работают сразу три летних лагеря. Поэтому красить здесь могут только во второй половине дня. Но уже провели ремонт туалетов. В столовой тоже большие преобразования. Установили новенькую вытяжку. Мощную и современную. Работает очень даже сильно хорошо. Новый буковый стол для кондитерки тоже прекрасное и важное приобретение. А вот старенькой посудомоечной машине 27 лет. Но выглядит она как новенькая. Школьный повар Любовь Николаевна Попова тоже 27 лет работает в этой столовой и знает, что бережное и аккуратное отношение к технике продляет ей жизнь. Даже если она морально устарела, послужит еще. От того, наверное, что в школе работают летние лагеря, здесь царит та замечательная атмосфера, которая присуща обычно хорошо организованному процессу. Есть у нас свои преподаватели, которые ведут урок рукоделия с детишками начальной школы. Вот они после того, как покушают, погуляют, приходят и в кабинет лепят, рисуют, просто геют. Стремится обновить свой облик и средняя школа номер 5. В учебных классах идет ремонт, циклюют и покрывают лаком полы. Очень хороший спортивный зал получил новые ворота. В школе много лет работает столовая, которая в летний период обслуживает отдыхающих. На питание и цены народ не жалуется. Все вкусно и недорого. Но заместитель главы города по социальным вопросам Людмила Мурашова сделала ряд замечаний по санитарному состоянию, оборудованию, зала, умывальников. Они без полотенец или фенов и даже без нормального мыла. Это печально. То, что сегодня мы увидели. По итогам ремонта вообще школы, ну, наверное, посмотрим уже к первому сентября, когда вы действительно закончите детскую лагерную смену, когда подготовите классы уже действительно к новому учебному году. Еще раз придем, посмотрим. Я надеюсь, да, что будет все хорошо. Все вопросы в этом случае, конечно, к директору. Столовая, арендующее помещение в школе не должна портить ее репутацию. Продолжая выпуск, ко дню города будут подведены итоги конкурса на лучший дворик Канапы. Среди критериев выбора лучших – содержание придомовой территории в надлежащем санитарном состоянии, оригинальное решение озеленения, оформление фасада домовладения, наличие малых архитектурных форм и многое другое. Мы открываем специальную рубрику «Чисто по-соседски», где будем знакомить анапчан с участниками конкурса. Улица Новороссийская – самая урожайная на оригинальные решения в оформлении своих придомовых территорий. Мы заглянули во двор Любови Григорины Асланян, ведь она проработала всю жизнь торговлей и прекрасно знает, что если ты живешь в курортном городе, то просто обязан создавать вокруг себя зону благоприятную и комфортную. В маленьком дворике даже мастера не могли сообразить, как тут можно разместить фонтан. Альпийская горочка у стены всегда благоухает цветущим маленьким садом. Из него периодически самые яркие экземпляры отдыхающие потихоньку увозят на севера. Уж очень хочется сохранить очарование югом и у себя в холодном краю. Любовь Григорьевна не в обиде. Она и на улице на малюсеньком участке под шикарной сосной, которая растет здесь много лет, разместила цветник, сменяющий краски за сезон не один раз. Дело это хлопотное и многотрудное, но у того, кто мечтает изменить мир вокруг себя, это обязательно получается. Сосна сбрасывает сухие иголки на несколько дворов вокруг, при этом чистота на территории идеальная. Сохранить красоту помогает ажурная изгородь. «Орел» в малой архитектурной форме удачно зрительно увеличил цветочное пространство. На этот счет у каждого свои идеи. Главное, что они удачно вписываются в пейзаж курортного городка. 26 июля из Москвы стартовали участники автопробега на ретроавтомобилях. Финиш автопробега в Коктебеле, куда водители планируют прибыть 1 августа. 17 коллекционных советских и иностранных автомобилей 30 июля остановились в курортной Анапе, чтобы стать участниками большого музыкального фестиваля «Наш джаз». Такие концерты уже прошли в Воронеже и Ростове-на-Дону. Участники автопробега «Москва-Коктебель» на ретроавтомобилях уже преодолели больше тысячи километров до своей последней крупной стоянки на театральной площади Анапы, перед паромной переправой в Крым. Накануне они побывали в Ростове-на-Дону. Автомобилям по 50-60 лет, поэтому по пути часто остановки дело понятное. Машины все древние. То кипят, то ломаются, то не заводятся, то останавливаются, то не трогаются. И постоянно туда-сюда, туда-сюда. Обгонять сложно какие-либо другие машины. Нас все обгоняют, разбивают колонны, мы группируемся. Поэтому путь, который на обычной машине современной составил бы, скажем, 5 часов, у нас длится 10 часов. Семья Найговзиных отправилась в путешествие на юг России всей семьей. Глава семьи Игорь – автоколлекционер, владелец почти всех представленных на выставке машин. Ретроавтомобили отправляются в путешествие уже не в первый раз. «Это уже не первый пробег наш, который мы устраиваем. Это достаточно, какого по счету, наверное? Третий, четвертый пробег? Первый, да. Первый был вообще в Берлин, в Европу, был такой самый пробный пробег. Сейчас мы решили поехать в Крым и провести людям счастье немного». Среди участников колонны в основном автомобили советской классики, но есть несколько «Мерседесов» и «Кадиллак». Уникальной машиной легенды ретро-кортежа является «Форт Т» 1923 года выпуска. Останавливаясь по маршруту в городах, ретро-пробег привозит джазовые концерты и фотовыставку «Люди, события, объекты» бесплатно. Поэтому гости мероприятия, рассматривая автомобили, в это же время слушали качественный джаз от московской группы «Живые люди». «Я первый раз вижу, честно. Вот дожила до 40 лет. Первый раз. Очень приятно». «Я сегодня гость Анапы и очень люблю джазовую музыку. Проходила мимо, не смогла пройти. Сейчас просто получаю от этого большое наслаждение». 1 августа участники ретро-автопробега должны прибыть в Крым. Музыкальный фестиваль «Наш Джаз» состоится 2 и 3 августа в Коктебеле. Продолжая выпуск. В субботу, 2 августа, в отделении переливания крови горбольницы пройдет Всероссийский день донора. Жители города и сельских округов приглашают принять участие в сдаче донорской крови. Прием с 9 до 12 часов. На прием обязательно иметь при себе паспорт с пропиской. Может быть, что именно ваша кровь станет для кого-то спасением. И еще одно событие. 2 августа на стадионе «Спартак» состоится матч между футбольным клубом «Анапы» и командой «Труд» из Тихорецка. Начало 18.30, вход свободный. Приглашаются все желающие. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнер выхода прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В пятницу 1 августа в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 29-31, ночью до 25 градусов тепла. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 27 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48-300 и 48-333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова